Выступил красиво. Мандалорец мне нравится. Педро прекрасен. Педро молодец. Начиная от формы носа и заканчивая актерским дарованием. Тут тебе и мразь, и грозный ебака. Берегись, пизда и срака! Перед тобой стоит ебака! На высоких каблуках хуй на дрочных руках. Вот вылитый, так сказать. А тут... Да. Я, правда, конечно, не понимаю стратегии его разыскных мероприятий. Он сейчас собирается драться с горой. Каким образом он у него узнает что-нибудь при этом и просто интересного? Я вот много раз делал это в доспехах. Не, ну, ему же надо какую-то из него... Чтобы информацию, хотя бы признание какое-то от него получить. Как, черт возьми? Вот сейчас ты ему копье в глаз воткнешь, и, собственно, на этом все закончится. Ну, ты же имеешь в виду живым остаться? Для чего придется гору того? Так как вы драться будете в доспехах, в доспехах очень мало мест есть вообще, которые можно хотя бы физически пробить. Паразига. Они все, как правило, приводят к довольно болезненным и, скорее всего, летальным последствиям эти места. Типа подмышки, глаза и так далее. Как ты с ним общаться-то собрался в этот момент? Неужели непонятно, что никак вообще? Ну, у меня... Даже если гора захочет с тобой общаться, у вас досуга не будет. Меня другое изумляет. То есть, я бы, например, с Майком Тайсоном решил бы не драться все-таки, если вот известен человек своими какими-то боевыми достоинствами и весит натурально в два раза больше тебя, я как-то теряюсь. Ну, это же принц Дорн сам известен своими боевыми достоинствами, и он имеет в виду, что он лучше гораздо. Возможно, я трусоват, блин. А холодное оружие, оно при грамотном использовании полностью нивелирует разницу в весе. Там пофигу вообще какого-то веса, если ты умеешь пользоваться холодным оружием. Ну, потому что неважно, с какой силы ты ударишь, главное, как точно ты ударишь. Это вот важно. А усилия вообще пофигу совершенно. Если вы, конечно, не соревнуетесь, кто там больше коров за удар разрубит. Тут, конечно, чем толще ты будешь, тем гораздо лучше. А так-то что? Она же острая. Тыкнул. В общем-то, при попадании все равно ты весишь 50 кг или 150 кг, потому что усилие концентрируется на такой маленькой поверхности, что разница в мощи поражения, в общем-то, уже совершенно не критична. Ну, какая разница? У тебя там на этом, скажем, сантиметре, условно, будет кинетическая энергия сконцентрирована, не знаю, в тысячу джоулей или в 500, если того и того хватит вот так для летального поражения за глаза и за уши. Поэтому ничего удивительного. Мартелл думает, что он самый ловкий. Я сильный, ловкий, как паук. Вот. Сильный, ловкий, как паук. То есть, то, что он может кого угодно завалить, охотно верю. Только я не верю в то, что можно при этом еще и в какое-то общение вступить. Это же, в конце концов, не Билл Шекспира, не какой-нибудь там Отелло или Гамлет, или Ромео и Джульетта. Я попаду в конце посылки, я накладу на дне бутылки, как говорил наш учитель по сценическому фехтованию Черноземов. Он в институте культуры преподавал сценическое фехтование. И когда с режиссерского факультета приходили девки учиться, он им все время говорил, опять приперлись рижа-стрицы, рижа-стрицы, вот, и ругался всякими словами на них. Нехорошими, да. Да. Но никогда не матерными. Да немалых блатными аккордами. Он все время придумывал всякие разные обидные формулировки. Ееееи. Продолжение следует...